На территории Самарского района 579 магазинов и ресторанов. Ежедневно сотрудники администрации проводят мониторинг на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, в том числе масочного режима. В день организуют до 20 проверок. Отсутствие специальной разметки или посетители без масок обслуживаются. Если же это касается Роспотребнадзора, то это отсутствие масок у сотрудников, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха. Это основные нарушения, которые у нас выявляются в ходе мониторинга. С начала пандемии составлено более 280 материалов. На руководителей трех торговых точек наложены административные штрафы, каждый на сумму 450 тысяч рублей. Люди смотрят на то, что нужно носить маски, нужно соблюдать все эти нормы. Если сравнивать с 2020 годом, то ситуация выравнивается. Но, тем не менее, нарушения периодически попадаются, и мы их стараемся пресекать. Наличие увлажнителей воздуха, масок и линий разметки, а также соблюдение покупателями социальной дистанции – все это обязательные условия для работы магазинов. Большинство предпринимателей необходимость мер понимают и создают все условия для безопасной работы. Народ немножечко ослабил на это внимание, но мы стараемся ему напомнить то, что эпидемиологическая ситуация, она все-таки не очень простая. Но самый эффективный способ не заразиться коронавирусом – сделать прививку. Чем больше людей пройдет вакцинацию, тем скорее удастся выработать коллективный иммунитет, говорят медики. В администрации Самарского района привиты все сотрудники. Кроме того, в магазинах и торговых точках, расположенных в районе, в случае, если все работники пройдут вакцинацию, появятся информирующие об этом наклейки, чтобы посетители чувствовали себя безопаснее. Продолжение следует...